Сегодня этот хороший правитель, этот хороший приведет к такой трагедии, страна будет на счастье разлетаться. И только молись, молись, доверяйся Богу, потому что конечный план нам неизвестен. А что лучше, вопрос собирать или раскидывать камни? Эпоха, и она потребует этого. И будет разбросана. Было время, камня на камне не осталось. Храмы были разрушены, я говорю, пришло время, стали собирать. Собирать, узнавать, макеты, раньше какие были. И вот храм Христа Спасителя стоит. Это вообще вещь невероятная. Невероятное, что разрушат его. И вдруг созидают. Он может век не нужен, но это эпохальное событие, на весь мир известное. Вот так. Да, понятно. А что там на поле собирают камни и складывают? Там на поле никто не разбрасывал, это надуманное. Время собирать камни. А разбрасывать на полях никто не разбрасывает. Если это понимать по ветхозаветному, когда они оккупировали чужую страну, было написано, каждый брось по камню. К этому тогда подходит. Но к нам это никак не подходит. К евреям подходит. У них был закон такой, чтобы у врага не было урожая. Довести его до капитуляции. Другого-то ничего больше нет. То есть ко мне воздвигнет детей в раму. Были мы против. Вот еще год назад с вами, если бы мы встретились, у нас бы разговор от этого не состоялся. А нынче камни мы уже потесываем друг к другу, у нас все уже одинаковые. Игнатий Тихонович, а вы скажите наши чисел. Вот они в Евангелии написаны. Для чего? Смысл для чего они написаны? О чем? Какие числа? Вот числа же есть в Евангелии, числа, числа. В Библии или в Библии? Книга числа есть? Да, да, книга числа. Так, понял. Для чего? Вот хотелось бы услышать хоть. Счисления. Исчисления, да. Исчисления Израиля. Потому что они вышли, многое было потеряно. Второзаконие. Вот закон утерян. Второй раз этот закон был данным. Второзаконие. Числа, они были по коленам пересчитаны. Сколько левина. Вот и все, так и назвали. Она могла быть названа и не так. Но так назвали, мы к этому привыкли. Ясно. Еще есть? Спросите. Вот он о монашестве хотел что-то спросить. О монашестве? Я выставляю ролики сейчас. Вы видели? Я-то видел, да. Я уже выставил за эти дни 53 ролика. 53. Еще около 30 будет. По полчаса. Сначала нам посмотреть. Называется «Житие святых во свете Библии». Открытым оком. Такого материала не было никогда и не будет. Жизни не хватит его составить. Да еще и внутри надо тебя все просеять. Во свете Библии. Как это выглядит-то? И вот теперь смотрите. Притом я беру выдержки в закавычное. Из «Жития святых». Это 1173 биографии. Маленько-то думай. 1173. И из них, из каждой я беру десятки раз по определенной тематике. И показываю, что совершенно неправильно понимают «Жития святых». Слушаю. Игнатий Дмитриевич. Вот я люблю Феофана Затворника. И читаю его, как он воспринимает Евангелие, Библию. И вот через него информацию Библию воспринимаю. Вы выходит, вы выходит Игнатий Дмитриевич, как Тихонович, как Феофан Затворник, как бы тоже так, для православных, для их лучшего восприятия, как бы, ну, как это выразится, отвечать на вопросы, да? А и Феофан Затворник много всего. 15 правил, канонов. По житиям святых и по трудам святых отцов. Я заранее могу сказать, таких ответов нету и не будет никогда. Почему? А они не открывают сердца Богу. Они боятся епископа, боятся патриарха. А Дух Божий там не может работать. Где Дух Господень, там свобода. Я должен говорить так, как мне Бог повелевает. И для меня нет авторитетов никаких. Авторитет один, Бог и моя совесть. Я по ней поступаю и так. И он читает, он знает. У меня возражающих нету. Вот форум наш, он на форумы не похож, он больше похож на сайт. Ну, каждый день, ну, допустим, 280 человек заходит. Проходит месяц за месяц, ему ни одного выступления нет. Зачем же люди-то приходят? Считаем другое где-то, выступает патриарх. Внизу идут теперь, отвечают, матерятся его, пять слов и отошел. У нас этого нету. У меня стол накрытый, богатейший. За него приходит каждый, раздевается, молится, садится и ходит годами сюда. Вот вчера только мне одна написала, вот сейчас я вам прочитаю. Я ее не знаю, она вчера только пришла. Нина Гришина. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Крепкого вам здоровья и долгих лет жизни. Вот уже много времени провожу, слушая ваши ролики. А сегодня прочла вашу биографию и рыдаю. Бесконечно славлю Иисуса Христа за то, что вас встретила. И теперь ни одного дня не провожу без вас. Молюсь с вами, слушаю вас, все свободное время. Какое счастье, что вы есть. Всем своим знакомым говорю, а они так же с вами. Вот, пожалуйста. Это новый человек. Она нашла для себя пищу. Она нашла ответы. Я ее знать не знал. Я ее даже и не вижу. Она как-то вроде фотокарточки-то никакой нет. Она зашла через контакты. Мне переслали это. Это новая душа. И за последнее время сколько... Вот сейчас я даже не могу назвать. Что там такое? Санкт-Петербург попросили семь экземпляров выслать симфонии на некомические книги. Это выходит, там занятия какие-то идут и не в одном месте. А для меня это все неизвестно. Когда я делал, говорили, зачем это только так трудно и не сделать. Сделано. Лучшая симфония в мире. Я смело заявляю. И по ней теперь можно легко работать. Она у него лежит. Есть. Можете посмотреть. Вот она. Да. Размер, шрифт. Все абсолютно взято с Вернигородской. Вот, вот. Нет, это симфония. Вот, вот это вот. Вот это коричневая. Вот. Она из 38 книг труднее всего далась мне. По одному слову можете найти. Не канонические. Там взято все абсолютно. Даже то, с чего нет у нас в Септуагинте. Есть только в Бульгате. И даже те стихи 77 глава 3 книга Едра. И она взята. Вот какой шрифт, высота, все взято с Вернигородской. Да, да. Мне, чтобы рассудить, надо почитать. Я пока не имею представления о Вас. А вот он еще хотел спросить, вот, как разрешение на миссионерскую деятельность. Да, да. Ну, как не разрешение, если бы, допустим, всего слов, со слов Евгения, как я понял, может быть, заниматься ему будет полезно. Вмиссионерская деятельность через Вас. Как-то так. Ему-то будет полезно. Или как-то так. Вот я так разумею. А Вы в церковь заходите? Да. Ну, вот в церковь подойдите к священнику. С ним поговорите. Так издалека я не могу этого знать. У Вас может быть своя среда. Вы кто по национальности? Я татарин. Вот среди татар можете проповедовать. Это житие святого Гурия. Он был когда-то в плену у татар. И потом научился их языку и даже писал по их. И теперь, когда он вернулся, он начинает работать среди татар. И принес очень большую пользу. Вы знаете. Я извиняюсь, что я привела Игнатия Дмитриевича. Я-то да. Я как бы... Я думаю, может быть, Евгению. А потом я к нему присоединился. Может, ему. Да нет, Евгений, это ни при чем. Ни при чем. Вы сходите к священнику. К священнику. А так самому, я на себя такое... Это же сложно. Так, минутку. Я даже отрядом не слышу, что мне звонят. Пенсионерской деятельностью заниматься. У нас тут... Минутку, подожди, говори. Говори. Она уехала. Я не слышу. Так, продолжайте. Я так понимаю, Игнатий Тихонович, прежде чем заниматься миссионерской деятельностью, надо сначала себя, как сказать, поставить, разобраться в своей душе. Обязательно. А он прокручивает, прокручивает, по-моему. Он уже столько лет во церковной жизни живет. Он уже и во церковной, и в церковь ходит. Ему надо просто... Вот есть человек, Игнатий Дмитриевич Тихонович. Тихонович, я извиняюсь. И вот он может оставить и поддержать. И ты можешь заниматься этой деятельностью. Игнатий Тихонович, прежде чем заниматься миссионерской деятельностью. Это надо знать. Отдельно я работаю, допустим, с харизматами, с баптистами, с мусульманами. Это совершенно отдельная область. На это надо иметь помазание, харизму. Иной может говорить, а его никто не принимает. У него нету на это. Он не благословлен. Это надо обязательно сходить к священнику. Все рассказать. Чтобы священник взял вас на контроль. И с кем-то вы побеседовали. Побеседовали, кто знает там еще ваш татарский язык. Ну это понятно, Игнатий Тихонович. Я-то сам... У меня таких нету устремлений. Я вот думаю, Евгению Самуловичу это будет полезно. Ему надо вот и к священнику сходить. У него и харизма есть. Мы раньше как бы... Ну вот он смеется сейчас. А мне-то страны. Ну ладно, тема пройдена уже. Давайте другое что есть. Это не решается так. У него все может быть. А одно качество отсутствует и ничего не будет. А может быть, возможно. Одно качество. Вот я вам скажу. Для любого руководителя. А когда я миссионерствую, где-то я руководитель. Я веду, заказываю музыку. Значит, первое. Это необходимо воображение. Развитое воображение. Что за этим будет? Это по-другому никак нельзя. Вот я поехал сейчас, вот в миссионерскую поездку. Сколько человек будет? Как? Какая машина? Какой груз? Как визу открывать? Вот сейчас осталось на Англию открывать. Какие будут встречи? Я должен воображение. И какие последствия? Вот мы думаем проходить через Украину. Там смута такая. Нас могут арестовать и расстрелять. Я должен все это воображение прокрутить. Второе. Знание. Я должен знать тот народ, которому иду. Знать. А мы едем до Португалии. Англия. Скандинавия. Прибалтика. Это в этом году. Начинаем с Украины, уходим на Грецию. Это надо видеть. Просто видеть. Надо понимать. Как это будет? Значит, первое воображение. Второе. Знание. Третье. Умение. Как это притворить в дело? Я должен снабдить, чтобы было питание. Как мы ночуем где-то в лесополосах? Как сохранить машину? Если останавливать милиция, как беседовать? Как говорить? Мы везем товар на миллионы рублей. На миллионы. Книги мои. Книги. Я их дарю. Вот за два года мы подарили на 7 миллионов 150 тысяч. Это в частном порядке. Это Бог делает. Я себе ничего не помню. Значит, знание и умение. Уметь, как это сделать. Как это достать. Как поехать. Как мы будем ночевать. Где нам надо остановиться, помыться, сохранить. С нами едет собака, как охраняет, защипировать. Тут очень много надо уметь. Вот уже три качества есть. Четвертое качество. Решительность. Решительность такая, что если нас ожидают люди где-то, они знают малые препятствия, какие у нас есть, они будут перейденные. Мы нигде не опускаем шлагбаум перед собой. Мы решительно идем. Мы решили, у нас нет денег. Нет. Мы начинаем с нуля. Но, чтобы поехать, а мы должны получить визу. На визу мы должны сразу положить 6 тысяч евро. 6 тысяч евро. Вы понимаете, что эта цена означает? Да. Это мы должны доказать, что мы там не будем нахлебниками. Мы там не останемся. Теперь, чтобы нам проехать по России, а мы думаем посетить около 120 городов, плюс к тому, пройти до севера, Мурманск, Санкт-Петербург, здесь нам потребуется около 450 тысяч. Только в рублях. Я должен все это иметь. А у нас ничего нету. Но я настолько верю в Бога, Бог даст мне. Прямо откуда-то сдаст и все. И вот решительность. Пятое качество. Беспощадность. Беспощадность это как будто не христианское качество. Американцы выработали во время войны. Но его можно обратить на христианскую сторону. То есть с разгильдяями, кто не держит слово свое, я беспощадно расстаюсь. Мы договорились. Ты готовишь для нас место. Я посылаю туда сейчас контейнер большой. Контейнеры не приходят, а там нет негде разгрузить даже. С тобой закончено. Больше мы с тобой не встречаемся. Я должен быть беспощаден. Апостол Павел был в путешествии. И вот Марк, евангелист, отстал. А он был племянник Варнавы. Следующее путешествие. Павел говорит, мы его больше не берем. Павел был беспощаден. А Варнава, говорит, да ну молодой, да вот он к матери захотел, я не знаю, примерно. Ну, нет. Тогда Павел берет силу, а Варнава с Марком пошли в разные стороны. Ну, делает дело общее. И последнее качество, самое трудное, привлекательность. Вот то, что я сказал впереди, это можно учиться много, тренироваться, мало спать, мало есть. Ну, люди у меня, спонсоры, можно сделать. Но последнее, тебе никто не поможет, кроме Бога. Привлекательность. Два и другой говорит, а его слушать никто не хочет. Да знаете, это махнули руку. Привлекательность образа. Ты в глазах людей должен быть тем, без которого они понимают, ничего не получится. Когда дело сделано, я ухожу, меня нету, я на конце земли где-то, но в центре событий, которые делают мои друзья, я все время там нахожусь. Почему? Потому что я вот конкретно, я уже на практике говорю, я основатель, создатель детского православного лагеря. Но вы много найдете людей, которые в частном порядке организуют детские лагеря. Я 41 год бессменный начальник. Я должен знать, где взять детей, какие объявления, где платить, где собираться, увозить, составить анкету, что брать, какой порядок, дисциплина. За 41 год ни одной аварии, ни одного повреждения, ни одного отравления. Посмотри, что в других лагерях делается. У нас дисциплина. К нам приехал полковник с летного училища. Он говорит, у меня в училище военном такой дисциплины нет. Дети ни хлеб не бросят, ни крошки, ничего. Мы готовим будущее. И у нас написано везде, Россия должна встать. Лозунг. И дети скодируют, Россия это мы. Представь себе, ему 6 лет. Должны быть игры. Собирают ягоды, копаем корень, солодки, травы. Они все должны разбираться. А это я должен знать. Знать и уметь. Вот оно где, привлекательность образа. Если у тебя этого нет, моли Бога, чтобы было. А иначе какой ты миссионер-то? Ты будешь на задворках. Тебя первый сектант забьет сразу. Тут надо знать очень много. Вот у него второй том, открытым оком, зеленого цвета. Там это все сказано. Второй том, открытым оком. Как беседовать? А в четвертом томе люди у меня разбиваются на 24 категории. Один говорит, я не верю, что Бог есть. Никакого Бога нет. Как с ним беседовать? Другой говорит, Бог есть. Но мы не знаем, что Богу надо. Как с ними беседовать? Они не верят, что Библия – Слово Божие. Третий говорит, ну вот состарюсь, тогда пойду. Как с ним говорит? А другой говорит, от меня отвернутся все друзья. Как я буду? Как с ним говорить? С каждым человеком я должен мгновенно определить, к какой категории относятся, какое местописание. Местописание. И тогда, когда люди обращаются, вот она только нашла. Я сейчас считал ее. Гришина там. А она уже много времени слушает, я и знать не знал. Ее привлекло это. Ее могут сейчас долбить, бить, а ее от меня не оторвут. Почему? Она получила то, что нигде не получит. Вот как. Емко, много. Ну, я вам дал. Я вам дал сейчас. Начинайте работать. У вас будет много друзей, еще больше врагов быть может. И надо перенести все это. А враги будут клеветать. Вы зарядите в Google или Яндекс, Игнати Лапкин. Там чего только не пишут. Там есть, которые расположены, не расположены. Ну, они кричат, но у них ничего нету. Они ко мне идут. Они вокруг моей колокольни бегают. Они за моим столом питаются. Я их не знаю, как звать. Да у меня и времени нет на это. За последние две недели мы выставили 53 ролика. Не считая воскресных. Это чего-то стоит. Ну, материалы-то, которые я выдаю-то, они у меня в книгах седьмой, восьмой том открытым оком. Я откуда беру-то? Это мои книги. Это то, что я преподавал в университетах, по радио. Это мой труд. Я во всех отделах милиции вел занятия. И теперь это я беру и озвучиваю. Люди не любят читать. Попросили открыть это. Ну, вот, пожалуйста. Если Господь позволит, запишем еще сегодня ролик. Я гляжу, Евгений, ты не в свое время вышел-то сегодня в эфир. Почему? Да, не в свое. Я вот это, ко мне брат пришел, и поэтому только. Только потому, что брат Владимир, вот он снимает, он ушел храм топить. И поэтому я с вами разговаривал. Иначе я бы просто отключал, и нельзя прервать. Но вы не уходите недалеко. Когда вот так натолкнетесь, а я в это время пишу, мне нельзя ролик прервать. А я потом на вас могу дать сигнал. То есть я свободен вот эти несколько минут, пока он перекачку делает. Понял, понял. Но вы попали как раз в тот момент, когда у меня был тайм-аут. Ясно, ясно. Я только закрыл глаза, думаю, перед службой всю ночь молиться там будем. Дай, думаю, хоть маленько надо передохнуть. Мы сегодня дрова кололи. Вот этот Володя, у тебя какой рост? 162. 162 сантиметра. Ты посмотрел, как он работает, Бог дал ему силу. Вот эти деревья, которые пилили, клен, там их не разрубишь. Он их разносит в щепки. Ты не смотри, что он маленький. Ну, я там маленько сбоку за щепки собирал с ним. Его со двора все убрали. На зиму дрова почти готовы. Надо жить интересно, красиво. Я называю азартно. Никогда не пищалься. Доверяйся Богу, будь радостный. Христос умер за меня и воскрес для моего оправдания. Вы на наш форум зайдите обязательно. Первые строчки, три темы. О Христе, о воскресении из мертвых. Они в прошлые годы были. Не маленько сейчас я добавил. Там одно стихотворение. Вот сейчас зайдите на форум сразу и посчитайте, сколько там фотографий на Пасху у нас, как служба идет. У нас все оригинальное. Почему? А мы ни перед кем не горбатимся. Мы просто стоим и молимся. Мы кланяемся и просто кланяемся. А к нам едут фотографы с разных редакций. Рео Новости, это одно из центральных агентств России. Они посылают своих людей, добиваются встречи. Ну, тут местные уже вводят знакомства. Мы им должны довериться. Ну, и поэтому фотографии высочайшего качества. Просто, ну, на выставку их выставлять. Да, я покажу ему все. Да, это на нашем форуме. Первая страница. Знаете, Сергей Иванович. И вот еще это. Отлично. Сергий, брат Сергий, я как бы являюсь его крестным, но он мой крестник получается. Но крестили, меня-то вот не погружением, и я-то не против погружением креститься. А вот ты крестили-то? Да, кунали в воду. Полным погружением? Конечно, ну, как полагается. Это вот три раза, по-моему, окунули. А, да, его вот полным погружением. Ну, благословен Господь. Слава Богу, да? Ему не надо уже. Конечно, не надо. Крещение – это единый акт. Рождение. Рождается человек один раз. А когда у вас не было погружения, рождения-то и не было. Вы из воды не выходили. Вы не погребались в нее. Мы умираем в крещении для прежней жизни. Я гляжу, он бреется. Он бреется. А зачем? Этого делать нельзя. Почему? А вот он тоже создал вопрос. Потому что Бог так создал. Этого достаточно для вас. Он совершенный. И мужчину создал совершенному и женщину. У женщины лицо одно, у мужчины другое. И под женщину подделываться не надо. Это мужеложники придумали. Это садомиты. Такое лицо. Вы мужчина. Посмотрите на иконы. Христос с бородой. Пророки с бородой. Апостолы с бородой. А что тебе надо? Это апостол, все святые с бородами. Златоуст. Ян Кроштадский. Феофан Затворник. Ну, хоть кого назови. Говоришь, Феофан Затворник, а он-то не бритый. Вы не научитесь не торговать себя с Богом. Вот я на военном билете, на военном билете. Я с бородой уже. Даже на военном билете. Говорят, да вот с бородой где-то никак. Ну, как, я открываю визы. Визы. Шенгенская зона. И все везде с бородой. Мы все трое с бородами. Володя, посмотри, какая у него борода. Вот он. Маленькая. Но какая есть. Ни одной волосинки не трогает. Сергей, это спроси, его не смущает, что мы этот ролик выстоим? Нет. У нас плохого нет ничего. Вы сами себя увидите. Мы сможем Сергею скинуть. Возможно, мы и посмотрим. Так, вопросы, Евгений, давай. Вот он еще спросил, можно ли ровнять. Да я думаю, можно раздражать. Нельзя. Не прикасаться ни одной волосинки. Вот, я же говорил. Нет, я вот по Иси Святогорску на данный момент прочел то, что косы. Вот у мужеложников он рекомендовал, когда в Грецию молодые люди приходили, о том, что стричь надо косы, это и непонятно, ясно. А насчет того, чтобы отращивать? А не надо ее отращивать, она сама растет. Да. Она сама растет. Волосы должны быть короткие, волосы на голове, а борода не тронутая, хоть до полу. Но она сечется, волос дальше не идет. Вот у меня дальше она уже не может быть. Это и наследственно. Перед Богом, главное, в малом вере над Богом, Бог говорит, поставлю. Ну, у вас-то красиво смотрится. Ну, как есть, мы не знаем, как смотрится. На это не надо смотреть. Был такой изобретатель радио, хотя он не изобретатель попов. У него борода, как у Хошимина, там три волосинки. Он возьмет, Чаплин выступает. Какая у него борода-то? Ну, совсем никакая. А он не трогает ее, и этим он молодец. Возможно, надо. Конечно, в один раз решите. Вас против будут женщины. Вот это, когда бреются, это называется блудодейная ересь. Блудодейная ересь. Протопоп о вакууме. Протопоп о вакууме, это которого, по-моему, он в Москве, по-моему, был. Его сожгли во время реформы Никона. А, Никон во время... Вот это фильм идет, раскол. Николай Достоля, режиссер Николай Достоля. Я извиняюсь, Игнатий Тихонович, вы как к Александру Меню относитесь? То есть, вот, который этот... К кому? К Александру Меню как вы относитесь? К Александру Меню как относитесь? Его уже нету. У меня на нашем сайте мои беседы с ним. Сергей, мои беседы с ним в аудио. На нашем сайте. И на форуме вы зарядите общий поиск, называется, запомни. Где храм Христа Спасителя, вправо, общий поиск. Зарядите мень. И оно, наш разговор переведен теперь в борды. И там, посмотрите, мы с ним беседуем. Как? Это священник был, я у него исповедовался, причащался. А, ну ясно. Просто к тому, что у него учения были какие-то восточно-оккультные, он об этом разговаривал. И многие люди, как бы, даже православные, насколько мне были против. Ну, было-то, и у него есть такое, с чем и я не согласен. Ну, мало ли еще, он за это отвечает. Он прекрасный человек. Умница, энциклопедист, каких нет сегодня. У него громадная ученость была, он еврей. Да? Он еврей. Он природный, по отцу и по матери еврей. Еврей? Еврей. Я думал русский, русский. Вот, еврейская фамилия, переводится Налим, рыба Налим. Не знал даже. Но Александр Мения, я не понаслышке знаю, я с ним беседовал. И записал все. Вот, если будет возможность, посмотрим. Я покажу ему, я ему покажу. Сегодня зайдите, можете найти уже, посмотреть. Так, вопрос. Есть еще, нету. Все, до свидания. Все, спаси Христос. Теперь только через неделю, в свое время. До свидания. С наступающей Пасхой, с наступающей. С Пасхой вас. Спаси Христос. Слава Христос. Молитесь, чтобы у нас открыли английскую визу, если Богу это угодно. Хорошо, хорошо. Все, отключайся. Все, я пью, привет большой. Аллилуйя. С Богом. Ну, все. Вот еще познакомились. Татарин. Ну, что...